Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из поучения святого Иоанна Златоуста на пророка Исаию о том, что не должно оставлять без внимания ни времени, ни даже единой буквы Божественных Писаний. Уста пророков — суть уста Божии, а эти уста не говорят ничего напрасно. Не будем же и мы слушать без внимания, если те, которые выкапывают металлы, не пренебрегают и малыми частицами, но когда нападают на золотую жилу, тщательно осматривают ее ветви, то не гораздо ли более мы должны делать это с Писаниями? В металлических рудах бывает весьма трудно найти желаемое, потому что металлы, земля и золото есть не что иное, как земля. Общность природы искомых веществ обманывает зрение, и однако при всем том золотопромышленники не оставляют дело, но обнаруживают всякую тщательность и, всматриваясь, узнают, что действительно земля и что действительно золото. А с Писанием не бывает так. Здесь предлагается несмешанное с землей золото, но чистое золото. «Слова Господни, — говорит псалмопевец, — слова чистые, серебро расплавленное, испытанное в земле». Псалом 11.7 Писания — не металлы, требующие обработки, но они доставляют готовое сокровище тем, которые ищут богатства, заключающегося в них. Достаточно только приникнуть к ним, чтобы отойти, исполнившись всякой пользы. Достаточно только открыть их, чтобы тотчас увидеть блеск этих дорогих камней. Ненапрасно я сказал это, и не без причины распространился об этом. Но потому что есть коварные люди, которые, взяв в руки божественные книги и увидев счет времени или перечисление имен, тотчас оставляют их и укоряющим их говорят. Здесь одни только имена, и нет ничего полезного. Что говоришь ты? Бог вещает, а ты смеешь говорить, что в сказанном нет ничего полезного? Если ты увидишь одну только простую надпись, то скажи мне, не остановишься ли ты на ней, не остановишь ли ты на ней со вниманием и не станешь ли исследовать заключающегося в ней богатства? Но что я говорю о временах, именах и надписях? Посмотри, какую силу имеет прибавление одной только буквы и перестань пренебрегать целыми именами. Патриарх наш Авраам, действительно он принадлежит нам, нежели иудеям. Сперва назывался Авраамом, что в переводе значит странник, а потом, будучи переименован в Авраама, стал отцом всех народов. Прибавление одной буквы доставило праведнику такое преимущество. Как цари своим наместникам дают золотые таблицы в знак власти, так и Бог тогда придал праведнику эту букву в знак чести. Впрочем, об именах я скажу в другое время, а теперь нужно сказать о том, как полезно знать времена событий и как вредно не знать их. Во-первых, докажу это житейскими делами. Договоры и записи о браках, о долгах и о других обязательствах не имеют никакой силы, если в них не будет написано вверху времени консульства. Оно дает им силу. Оно предотвращает споры. Оно избавляет от судилищ и делает врагов друзьями. Потому те, которые пишут их в заглавии бумаг, выставляют консульство, как свечу на светильнике, чтобы оно было видно всем подчиненным. Если ты уничтожишь это, то отнимешь свет, исполнишь все мракой великого смятения. Потому всякое дело об отдаче и получении и с друзьями, и с врагами, и с рабами, и с попечителями, и с управителями требует этого удостоверения. И всегда мы прописываем вниз месяцы, и годы, и дни. Если же в делах житейских эта заметка имеет такую силу, то в делах духовных она гораздо важнее и полезнее. В пророчествах она показывает, что они пророчества. Пророчества есть не что иное, как предсказания будущих событий. Поэтому кто не знает времени, к которому относится сказанное или случившееся, тот как может доказать спорящему о достоинстве пророчеств. Отсюда у нас и борьба, и победа над язычниками, когда мы доказываем, что наше учение древнее. Отсюда у нас доказательства истины и против иудеев, которые по незнанию времени впали в заблуждение. Если бы они слушали слова патриарха, не отойдет скипетр от иуды, и законодательство отчресл его, доколе не прийдет примиритель, и ему покорность народов, бытие 49.10. Если бы внимательно исследовали времена его пришествия, то не отпали бы от Христа, и не предались бы антихристу, как и сам Христос, внушая им это сказал. Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Я на 5.43. Видишь ли, какое произошло падение от незнания времен? Не пренебрегай же такую пользую, как на полях межи и столбы не позволяют смешивать пашни, так и времена и годы не позволяют смешивать одни события с другими, но отделяя их друг от друга и располагая в надлежащем порядке, избавляют нас от великой запутанности. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Песня. 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 Песня.